То, что мы раньше продавали за доллар и получали за это, скажем, 32, то есть продавали за доллар, а получали в ответ 32 или 35 рублей, теперь мы продаем за тот же доллар, но получаем сколько там сегодня курс. Поэтому доходы в бюджет даже увеличились. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Приготовьтесь, глобальная рецессия началась. Так я говорю уже полгода, за что иногда слышал свой адрес, мол, ты что, глупый, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Но если то, что произошло за последние две ночи, не говорит вам о том, что с нашей экономикой что-то не так, то я не знаю, какие еще аргументы нужны. Перед вами график очередного щиткоина, подумаете вы, и ошибетесь. Это нефть. Да, вы правильно услышали, это нефть. Цена нефти упала более чем на 30% за ночь. Это намного хуже, чем было в 2008 году, и лишь 7 января 1991 было еще хуже. Именно поэтому я считаю, что рынок DeFi, децентрализованных финансов, является новым фондовым рынком, а биткоин является новыми деньгами. При этом альтернативная энергетика уничтожит нефть даже до того, как она закончится. Это все всего лишь дело времени. Хочу показать вам интересную корреляцию между нефтью и альтернативными источниками энергии. Перед вами график акций Vestas Wind Systems. Это компания в Дании, которая занимается разработкой, производством и поддержкой ветряных и гидроэлектростанций. В 2008 году после пережитого финансового кризиса компания сильно пострадала, но с 2012 находится в растущем тренде. Это четко видно. С 2012 она показала безумнейший рост. 2300% роста. Возвращаемся к нефти. Как мы видим, в 2008 году она тоже обвалилась. Но дальше начинается самое интересное. В то время как акции компаний, занимающихся альтернативными источниками энергии, падали, нефть росла. Вы видите эту противоположную корреляцию? Затем с 2013 года нефть падала, а источники альтернативной энергии, наоборот, ударились в рост. А теперь с 2012 года нефть потеряла 68%. Напомню, что с 2012 компания Vestas Wind Systems, работающая с альтернативной энергией, выросла на 2300%. Вау! Выводы делайте сами. Рынки по всему миру в агонии. Индекс Доу Джонса упал на 2000 пунктов. Боинг, Эппл, Голдман Зак, Скоттепила, СНП500. Все падают и падают очень больно. Такой рыночной антипродуктивности не видели с октября 2008. Даже биткоин чувствует себя неважно. И конечно же это тоже будет темой нашего видео сегодня. Кстати, более подробно о том, почему биткоин упал в моем прошлом видео. Если вы не видели, я оставлю ссылку на него в описании. Сейчас подсказка тоже вылезет. А теперь давайте более детально. Конечно же, каждый холдер любит зеленые дни больше, чем красные. Но в последние дни красным было все, не только криптовалюты. Индекс страха и жадности по криптовалюте показывает, что инвесторы экстремально напуганы. И если мы посмотрим на исторический график, то видим, что мы почти на исторических низах по этому показателю. Давненько народ таким напуганным не был. Я его в этом не обвиняю, он имеет право бояться, ведь то, что сейчас происходит, это не только страх, неопределенность и сомнения в сфере криптовалют, но также и на традиционных рынках. На рынках товаров и на рынках сырья. То, что сейчас происходит во всем мире, это просто безумие. Но я сделал уже немало видео, в которых показывал различные индикаторы, указывающие на то, что рецессия уже давно началась, а рыночные показатели просто от нее отстали. Видимо, теперь они наверстывают упущенное, найдя подходящий мотив. Мы говорили о спреде между доходностями казначейских облигаций за 10 лет и за 1 год. О том, что краткосрочные облигации имеют процент выше, чем долгосрочные, что само по себе является полнейшим абсурдом. О том, что инвертированная кривая доходности является достоверным индикатором приближающейся рецессии. Также мы обсуждали и уровень безработицы. Да, казалось бы, что он находится так низко на исторических низах, и это очень хорошо, но это лишь потому, что можно так дешево одалживать деньги у правительства. Так что эти компании могут оставаться живыми, ведь способны заплатить даже такому количеству занятых людей. Поэтому график безработицы также является очень важным индикатором рецессии. Также мы говорили о таком индикаторе, как количество уволившихся глав компаний. Сейчас этот показатель бьет рекорды. Причем некоторые главы крупных компаний ушли буквально одновременно в течение суток, оставляя людям право на догадки, почему это случилось. Но догадываться в принципе не о чем. Я не хочу никого оскорбить, но есть поговорка «крысы бегут с тонущего корабля». Я не считаю таких великих людей, управляющих самыми огромными компаниями-крысами. Но я считаю, что корабль точно тонет. Это далеко не все индикаторы, которые я вам показывал уже не первый месяц, но вкратце это то, что мы видели и видим прямо сейчас. Прежде чем говорить о биткоине, давайте еще раз обсудим нефть. То, что вы здесь видите, не происходило на протяжении почти трех десятков лет. Но то, что произошло всего за одну ночь, имеет большое влияние на экономики и США, и России, и глобальную экономику в целом. Хоть что бы господин Путин или господин Трамп не говорили. На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет. Вы можете сказать, ну и что, ну упала нефть и что дальше. Но нефть практически везде. Да кому она нужна? Чего они за эту нефть кусаются? Бензин уже никому не нужен. Нефть это не только бензин. Нефть это одежда, медицина, промышленность, товары, пластмассы, резины, полиэтилен, моющие средства, лаки, растворители, удобрения, красители, игрушки, пластиковые бутылки. Из нефти даже делают белок, который употребляется в производстве пищевых продуктов. Аспирин, который американцы пьют с поводом и без, тоже делается из нефти. Женщины фактически не расстаются с нефтью. Многие изделия из нефти практически нечем заменить. Это отрывок из книги «Каждому свое» Сергея Тармашева. И теперь нефть падает более чем на 30% за ночь, как какой-нибудь щиткоин с CoinMarketCap. И здесь почти все теряют дар речи, пытаясь комментировать ситуацию. Это история, которая стоит за этим всем. Саудовская Аравия планирует наращивать добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. При необходимости до рекордных 12 миллионов. В ответ на развал альянса между ОПЕК и Россией. Цель помешать продавать России свою нефть в Европе и вернуть ее за стол переговоров. В пятницу Россия не смогла договориться с ОПЕК об ограничении добычи нефти на фоне падения спроса из-за... И ОПЕК ответил на провал переговоров снятием ограничений на собственную добычу нефти. Как результат, обвал цен на нефть. Даже для российских нефтяников ситуация оказалась неожиданной. Я в легком шоке, комментируется владелец Лукойла. Кроме планов на увеличение добычи нефти, Саудовская Аравия также направила клиентам в Азии, в США, в Европе предложение о значительных скидках, чтобы они покупали именно саудовскую нефть. Ко всем этим мыслям о панели, небезопасности, страхе, неопределенности и сомнений на фондовых рынках теперь добавляется и нефтяной кризис. Фактически нефтяная война. Вау, это как раз то, чего нам не хватало на данный момент. Мир захватил беспорядок, суматоха и хаос. Особенно в экономике, а также и панели, о которой все СМИ уши прожужжали. Хотя лично я считаю, что это всего лишь катализатор, но не истинная причина. Как видно из множества индикаторов, которые я показываю уже несколько месяцев подряд, рецессия просто неизбежна. С панели или без нее. Перед вами ключевой швейцарский фондовый индекс, который включает в себя 20 крупнейших компаний, которые торгуются на швейцарской бирже. Еще в прошлом месяце он находился на исторических пиках, а сейчас обвалился на 20%. Теперь Великобритания. Великобританский индекс также был на исторических хаях, а теперь обвалился на 23,5%. Забавно, что и важнейший фондовский индекс Германии тоже обвалился на 23,5%. Все это попахивает рецессией. И на самом деле я бы этого крайне не хотел, ведь еще слишком рано в частности для биткоина. Биткоину нужно больше времени, чтобы люди начали рассматривать его в качестве защитного актива. А последствия таких крупных мошеннических схем, как Пластокен, лишь дискредитируют биткоин в глазах сторонних инвесторов, ищущих способ защитить свои деньги от различных кризисов. Поэтому чем раньше настает рецессия, тем хуже для биткоина, ведь люди просто не готовы. Еще недостаточно много людей действительно понимает, что такое биткоин и чем он может быть. И я бы хотел снять такое видео, и чтобы его посмотрели хотя бы 100 тысяч человек. Ведь на примере золота мы видим, что люди понимают, что такое золото. Потому что золото очень много столетий, тысячелетий. И люди успели увидеть, что это такое и чем оно может быть. Золото чувствует себя просто отлично, и это сложно отрицать. Мои поздравления Питеру Шифу, если вы понимаете, о чем я. Конечно же, 10 лет биткоина на фоне тысячелетней истории золота явно недостаточно, чтобы люди поняли, что биткоин это цифровое средство сбережения. Так что лично я хотел бы увидеть рецессию как можно позже, только стелью того, чтобы больше людей поняли биткоин. Теперь давайте перейдем к биткоину. На дневном графике все выглядит почти так же, как и на фондовом рынке. Со своего локального пика биткоин упал на 27,5%. Напомню, что рынки в Германии, Швейцарии, Великобритании и так далее упали на 20-24%. Только для биткоина такое падение вполне обычное явление, в отличие от фондового рынка, где инвесторы боятся даже 5% обвалов. Есть еще кое-что, что я должен упомянуть. Хотя я и не считаю, что есть фундаментальные причины заполнять гэпы, да и строить на этом свою торговую стратегию тоже не рекомендовал бы. Но тем не менее, это все равно нужно увидеть и понять. Не только гэп на 8500 долларов был закрыт практически идеально, но и гэп в диапазоне от 7675 до 7725 долларов был закрыт совсем недавно. Что может произойти дальше, это закрытие следующего гэпа в диапазоне от 8285 до 8490 долларов. Я не говорю, что это точно произойдет, но это то, на что указывает стратегия торговли по гэпам. Если кто-то из вас сейчас ожидает от меня сигнала на то, что нужно срочно купить или продать биткоин, я уже выражал свою позицию по этому поводу в видео 2 недели назад. Я всегда был и остаюсь уверенным в долгосрочном будущем биткоина. Я очень надеюсь, что лет через 8 я сниму видео о том, как биткоин уделал всех хейтеров и скептиков. Вот тогда было бы очень интересно почитать их комментарии, а не сегодня. Обязательно посмотрите это видео, если не видели, и вы поймете о чем я. Ссылку на него я оставлю в описании. Также вам точно нужно посмотреть мое крайнее видео, если вы его тоже не видели. И вы поймете, почему я до сих пор считаю биткоин отличным защитным активом на будущее. И никакие мошеннические дискредитирующие действия этого не изменят. А меня зовут Богатейший Ди. Спасибо за 61 тысячу подписчиков. Богатейте. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok